Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня мы вместе с вами приготовим вареники с очень вкусной начинкой с капустой и грибами. Нам для этого понадобится капуста, грибы, укроп, мука, вода, сливочное масло, соль, перец, растительное масло. Ну что, приступим? Ребят, просеиваем муку. Так, муку просеиваем, ребят, всегда с этим и кислородом и чтобы в муке ничего у нас не было. Ничего лишнего. Всю муку я сейчас просеивать не буду. Еще немножко просеиваю, эту муку оставим на уже. Будем сейчас замешивать тесто, если что, будем добавлять. Вот, настолько муки осталось. Так, сделаем. Немного посолим, ребят. Здесь вот пару щепоток. Добавляем в воду. И будем смешивать. Всего перемешаю в мисочке и буду выкладывать на стол, будем уже на столе. Все, теперь подожмем на столе. Вот, а теперь, ребят, замешиваем. Как раз, это, увидите, муки уже и хватит, больше добавлять не будем. Тоже у нас мука будет. Тоже будем раскатывать тесто и лепить. Все сюда. Сейчас оно туговатое. Ну, пока оно у нас будет стоять, оно станет мягче. Стоп, у нас вареньки не будут разлазиться, будут целые, красивые. Тесто будет хорошо раскатываться. Ну, вот, ребят, тесто и готово у нас. Я его вымешивал. Ну, где-то, наверное, минут, наверное, 5-7 я его вымешивал. Вот, у нас есть такой получилось отлично. Видите, оно уже стало и мягче. Отлично. Теперь его ложим в мисочку. Немного я его мукой. Вот. И накроем. И дадим ему постоять полчасика. Вот, отдохнуть. Теперь мы займемся, ребят, начинкой. Для начала включаем сковороду и наливаем масло. Пока у нас сковорода греется, мы, ребят, пошинкуем капусту. Сразу будем скидывать ее в сковороду. Стараемся ее шинковать помельче, ребят. Но мы с вами еще ножиком пройдемся вот так. Чтоб нам было удобней ложить в вареники. И теперь, ребят, это скинем в сковороду. И быстренько теперь шинкуем дальше. Ну, вот, ребят, мы капусту пошинковали. Видите, она у нас миленькая такая получилась. И теперь ее здесь туда просушим. И тем временем, пока тушится наша капусту, мы с вами порежем грибочки. Ребят, грибочки будем резать мелко. Потому что нам их надо будет положить в вареник. Чтоб он закрылся, они у нас будут и чувствоваться, и удобно будет его закрывать в вареник. Лук с морковкой, ребят, мы не ложим. Нам нравится, чтобы было побольше капусты и грибов. Конечно, если хотите, конечно, можно тут добавить. И сначала обжарить лук с морковкой. Затем положить капусточку. Так, и скидываем в сковородку сразу к нашей капусточке. Режем, ребят, дальше. Дорезаем грибочки. И так же само скидываем сразу к капусте. Вот, ребят, грибочки уже здесь. Капусточка. Сейчас сразу посолим, поперчим. Поперчим. Посолим. Ребят, солим перчим по вкусу. Ребят, и готовим капусту до готовности. Но только сильно не перетушите. Вот, ребят, у нас капусточка и готовая. Сейчас ее будем перекладывать. И она дойдет уже до полной готовности. Будет мягенькая уже за счет сейчас своей температуры. Оставляем капусточку до полного остывания. Ну и затем будем лепить наши вареники. Вот у нас капусточка остыла. Теперь мы с вами, ребят, порежем укропчик и добавим ее. Укроп режем уже в холодную, ребят, капусту. Чтобы он у нас не потерял свои полезные свойства. Ну и ему еще все равно придется вариться. Но уже внутри вареников. Отлично. И добавляем сюда. Теперь, ребят, это все перемешиваем. Ну вот наша начинка и готова. Теперь займемся раскаткой теста. Берем тесто. Это нам уже не надо. И отрезаем от него вот такую вот часть. Эту часть мы положим пока туда. Мутички. Сразу на досточку. На нее будем складывать варенички. О, замечательно. Ножик сюда. Так, видите, какое тесто хорошее. Она стала мягенькая. Будет очень хорошо раскатываться. Вот. И теперь раскатываем, ребят. Очень хорошо раскатывается. Ну, ребят, по толщине где-то, наверное, миллиметра два, я так думаю. Отлично. Любимый стакан. И делаем кружочки. Ну, тут немножко кружочек не получился. Что-то я туда его вставил. Это тесто откладываем сюда. И теперь будем, ребят, начинку укладывать нашу. Вот так. Отлично. Ох, ребят, какая-то красота. Сукропчик даст еще свой вкус, запах. И вот защипнули вот у нас такой красивый получился вареничке. Ложим вот сюда, на досточку. И продолжаем так же само. Отлично. Это одна из наших любимых начинок. Таким же самым способом. И делаем дальше. Хорошо защипываем, ребят, края. Вот наши уже варенички есть. Теперь, ребят, берем тесто, отрезаем так же само. Тесто сюда. И раскатываем его. Такой же самый лист. И все делаем, ребят, по тому же самому способу, которому делали наши варенички сейчас. Ну вот мы налепили вареники. Вот у нас здесь получилось их 40 штук. Если бы точно 44. Вода уже закипела у нас. Посолим ее. Вот я солю. Вот так, где-то. Примерно полторы чайных ложки соли. И закидываем, ребят, вареники. Отлично. Ребят, и вариться ее у нас будет примерно минут 5 после закипания воды. Пока у нас варятся, ребят, вареники, мы с вами порежем укропчик. Укропом, ребят, мы их будем присыпать. После того, как их вытащим, переложим в мисочку. Сливочное масло и посыпем укропом. Ну вот здесь его на досточке я его и оставлю. Ребят, вытаскиваем наши варенички. Отлично. Ну вот, ребят, мы выловили вареники. И теперь также забрасываем в кипящую воду вторую нашу партию. Теперь эти вареники мы присыпем немного укропчиком. Оставим еще на вторую нашу партию. И добавляем, ребят, сливочное масло. И теперь вот так вот, ребят, такими движениями, ребят, перемешиваем. Ах, аромат какой, ароматный, класс, отлично. Вот, ребят, смысл. Ну вот мы сварили все вареники. Будем их выкладывать на тарелочку. Масло укроп уже здесь, их уже перемешал. Подберем их аккуратненько. Подавать будем со сметанкой. Отлично. Ну что, ребят, давай теперь попробуем наши варенички. Что же получилось у нас? Давайте их сейчас разрежем. И посмотрим, что же там, ребят, внутри. Вот, смотрите. Грибочки, капусточка. Целые, красивые. И начиночка есть. Все отлично. Так, я попробую, ребят, без сметанки. Чтобы ощутить весь вкус. Ребят, отличные варенички. Нам очень нравятся. Капусточка с грибочками. Очень вкусная. Начиночка просто супер. Рекомендую вам обязательно их приготовить и попробовать. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий интересный рецепт. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм. Приятного аппетита всем. Пока-пока. И удачи. Редактор субтитров А.Семкин